Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в группу ProSackel Manager 2021 года в нашу карьеру за Агастуса Митчелла. И, собственно говоря, сегодня мы продолжаем наше восхождение на велосипедный Олимп, так скажем, и сегодня нашего молодого гонца ждут всего лишь 5 коротеньких этапов. Это Вуэльта Мадрида, соответственно, дальше Трофибролион, это уже такая серьёзная брусчатая гоночка, на которой мы должны показать, чему мы научились с момента нашей первой брусчатой классики, и классика Винстон Салем, собственно говоря, дальше на Окситанию мы уже, скорее всего, не поедем в этой серии, потому что поедем в следующий, потому что слишком долго тогда серия получится. Вот так, собственно, как-то у нас с вами получается, и, собственно, мы отправляемся на Вуэльту Сайклиста Комьюнидад де Мадрид, собственно говоря, всего лишь 3 этапа, но сейчас, короче, лайфхак покажу вам, ну, не сейчас, вернее, а на третьем этапе, как в целом, если ваш гонщик ни рыба, ни мясо может отсидеться в пилотоне, но выиграть не может, как, собственно, выиграть генеральную классификацию на этой гонке. Я вас научу, но пока что у нас только этап за номером 1, холмистый по профилю, но по факту, скорее всего, здесь все спринтеры переживут вот этот вот небольшой подъемчик второй категории, и там уже будут разбираться на финише. Собственно, до которого остается уже меньше 10 километров, мы отсиделись в основной группе, сейчас тут начинаются небольшие атаки, поползновения, чтобы не доводить все до разборок на последнем километре. Дэйент попытался куда-то отъехать, кто тут еще пытается бороться, кто-то из Education First, но, собственно, шансов у них не особо много. Лулу Санчес работает на стану как глухонемой, вообще не понимаю, вернее, не как глухонемой, а шо глухонемой, правильно, говорить эту фразу. Ну, собственно, работает он, как будто не слышит, не видит ничего вокруг себя. Собственно говоря, сейчас мы попробуем сделать то же самое, потому что надо добрать последнего оставшегося в отрыве дня человека с фамилией Мате. Кстати говоря, хороший напиток, если я ничего не путаю. Ну и, собственно, наша задача сейчас была довести Декляйна, нашего спринтера, но он где-то опять глубоко потерялся. В итоге спринтовать приходится самому Гассу, ну и против Ваутова Нарта у нас здесь особо ничего и не получается. Выигрывает ВВА первый этап, далее Иван Карсия-Картина и Алекс Аранбуру, вот, собственно, на кого так вырабатывался Луис Леон Санчес. Сейчас мы же занимаем шестую позицию, что в целом неплохо в такой-то группе. Тим Валенс здесь, Бен Свифт, ну, собственно, не стыдно таким ребятам проиграть. В генералке мы занимаем двенадцатую позицию, потому что там, ребятки, еще бонификации понабирали, покуда были в отрыве дня. Ну что же, неплохо, двенадцать очков нам дают, мы близки к седьмому уровню, если я не ошибаюсь, там уже только скиллпоинт нам дадут. Обидно, конечно, но да ладно. Собственно, этап за номером два, здесь уже чистый спринт. Ну и здесь я считаю, что если учитывать то, что в гонке есть Ваут Ван Арт, то фаворит очевиден. Максимально мы же примерили на себя белую маечку, несмотря на то, что мы занимаем лишь двенадцатое место в генералке. Все, кто перед нами, являются уже такими стариками, потому что, ну, как говорится, в белой майке, как видите, мы лидеры. В зачете лучшего молодого гонщика до двадцати пяти лет. Собственно, начинается у нас этот этап, мы даже немножечко в отрыв так получилось уехали, потому что с самого начала начали раздавать. Ребятки, давайте вы меня догоните, и дальше я уже буду работать на группу, потому что у меня такая цель на эту, собственно, гонку. Костровеху, как видите, у нас тут идет в отрыв. Мы, разумеется, не против, нам надо лишь бы поработать в голове группы. Собственно, мы это продолжаем делать уже и ближе к финишу, причем гораздо ближе остается, вон, семь с небольшим километров всего лишь. Как говорится, нам нужно, чтобы Декляйн опять вылез куда-нибудь поближе, а он, зараза, опять где-то в середине группы сидит. Что ж за несправедливость? Я отрабатываю так мощно, так хорошо вожу в целом эту группу, а он, зараза, сидит там где-то глубоко-глубоко и не высовывается. Вот что с ним поделать, собственно говоря. Четыре с половиной километра остается до финиша, дорога начинает забирать вверх, и тут, как вы видите, уже прилагают массу усилий. Основные спринтерские команды, Бахарин Витториус повез своего спринтера, если я не ошибаюсь, у них на этой гонке Марку Халлер. Тут же Альпицин Феникс борется, тут же кто-то из Директ Энерджи, видно Бена Свифта в майке национального чемпиона в Великобритании. Ну что же, километр 600 остается до финиша, Декляйн опять не доехал до нас практически, но нет, вот он показался. В итоге выходит вперед и даже борется за победу на этапе. Давай, Декляйн, давай, родной! Но нет, в итоге Марку Халлер выигрывает этап, далее Бен Свифт, Арвид Декляйн, мы же заезжаем только на седьмой позиции. Ну что же, неплохо наш штатный спринтер из Голландии справился на этом этапе. Если бы был чуть-чуть поближе и не потратил массу сил на то, чтобы выбраться вперед, то, конечно, мог и получше выступить. Но в целом сейчас он восьмой в генералке, мы же откатились на восемнадцатую позицию с отставанием 10 секунд от лидера. Генеральной классификации. Ну, в целом, в целом, еще отыгрываем, а еще все хорошо. Сейчас я говорю, третий этап, он немножечко багованный будет именно вот в этой базе. Сейчас все покажу. Собственно, скиллпоинт мы получаем. Давайте его по-быстренькому определим куда-нибудь. На самом деле нам не помешало бы прокачать тренинг, потому что это сейчас очень важно, ибо усталость очень быстро набегает и дает нам дебафы. Поэтому давайте-ка вот, да, в ветку перформанс еще один скиллпоинт вложим. Ну, и отправимся на третий этап. Собственно говоря, здесь у нас что? Здесь у нас кольцевой этап. 104 километра не так уж и много. И, как вы видите, здесь у нас прямо перед финишем есть зеленая точка промежуточного спринта. Вот запомните этот момент, это очень важно. Минус два у нас сегодня вообще вот настолько фиолетово, насколько может быть вообще фиолетово. Прям, я не знаю, прям такой сливовый яркий цвет. Чего несу, не знаю. Собственно говоря, наша задача сейчас протерпеть в голове группы до последних, наверное, двух-трех кругов. И там уже всем показать, где, собственно говоря, раки переживают самое холодное время года. Итак, тут начинаются поползновения в отрыв дня, которые, скорее всего, не додержатся, потому что, ну, опять же, глухонимые будут работать команды на то, чтобы тут догонять отрыв дня. Ну, и, собственно, вы видите, да, то есть, учитывая то, что мы идем на максимум, все равно Юмбовисма работает так мощно, что мы их обойти не можем. Еще, конечно, если бы в нас не врезались осколки отрыв дня, было бы вообще круто. Но это уже другой вопрос. Собственно, догоняем мы тут совместно с Юмбовисмой двух оставшихся впереди. Кто-то из группы Ма Францис Дежу. Так, тут Шихан нам водичку решил привезти как раз вовремя. И последний, кто остался впереди, представитель Кофедиса, по-моему, и Рада уходил в отрыв дня. И, скорее всего, это именно он. Декляйн тут нам в очередной раз раздает приказы. Говорит, что мы не можем отпускать Ванарта. Как будто бы он атаковал. Шихан, спасибо тебе, родной, довез нам водички. Шесть небольших километров остается до финиша. Мы снова начинаем врубать молотилку на полную. Это у нас еще и, так скажем, последний подъем, где можно горные очки набрать. Если, кстати говоря, наберем, будет очень даже неплохо. За нами сидит экс-чемпион Нидерландов. Знать бы еще кто это. Грунвеген, наверное. Итак, шесть очков у нас в итоге в нашем активе. Классификации лучшего горного гонщика. И три километра до финиша остается. Что, собственно, сейчас у нас на колесе остается Костровьеху, Лимризе. Собственно говоря, вы видите, да, что не самые топовые спринтеры у нас сидят на колесе. За полтора километра до финиша. Роджер Клюге. Итак, вот сейчас является нашим главным представителем. Километр четыреста остается до финиша. И, собственно, мы открываем спринт. И мы получаем просвет. Шестнадцать секунд. Перед основным финишем. Как вы думаете, почему? Правильно, потому что боты искренне считают, что это розыгрыш промежуточного спринта, который располагается перед основным финишем. И они на нем не ускоряются. И вот и все. Собственно, благодаря этому мы и побеждаем. И в итоге, давайте смотреть, что у нас там в генеральной классификации получается. А получается, что благодаря тому, что мы выиграли и промежуточный спринт, и итоговый. Мы получаем еще и три секунды бонификации на Ваута Ванарта. Мы выигрываем спринтерскую классификацию. Да, в горной нам там ничего не светило, потому что всего лишь шесть очков мы набрали. И то вы сами видели, где мы эти очки подцепили. И выиграли молодежную классификацию. Ну, в командной здесь вообще разрыв никаких нету. И повезло какой-то команде из Аргентины. Собственно говоря, 93 очка мы получаем за этот невероятный перформанс. И эту прям неожиданнейшую, вообще не неожиданную победу в генеральной классификации. И, собственно, устремляемся к уровню номер 8. И на трофи Бро Леон. Ну, либо же Тро Бро Леон. И, собственно, здесь у нас настоящая такая, знаете, первая проверка нас как классика. Как специалиста по брусчатке. Потому что вы видите, сколько здесь брусчатых секций. И здесь, конечно, надо будет вести гонку очень активно. Несмотря на то, что кондиции сегодня не самые лучшие. Да, не минусовые хотя бы. Ноль. Но фитнес не самый высокий. Получилось поддержать к этой гонке. Из-за этого, к сожалению, никаких положительных бустов у нас нет. Собственно, включаемся мы за 38 километров до финиша. Да, очень сильно заранее. Потому что, ну, надо так. Ибо уже начинаются здесь какие-никакие, но активности, поползновения от наших оппонентов. И вы видите, там кто-то в голове группы все пытается проатаковать. Но ничего не получается. Начинаются разрывы в основной группе. И 22 человека всего лишь. У нас здесь остается. 22 сильнейших. Наверное. Не факт, конечно. Классика. Вы видите, что здесь по четвертым номерам есть экс-чемпион мира из трека. И я так подозреваю, что это да. Это Мац Петерсон. Мац Петерсон это очень опасный товарищ. Именно на финише. Потому что ты попробуй от него уедешь. А на финише он нас с нашими-то показателями уделает. Но наша задача здесь брать не скилами, так скажем. А хитростью. Знанием механик игровых. И, собственно, за счет этого как-то пробовать побеждать. Так, Мувистар сейчас возглавляет эту группу капитанов. Ну и, собственно, на небольшой брусчатой секции атакует у нас Агастус Митчелл за 31 километр до финиша. Где ж такое видано, да, чтобы я за столько... Вернее, даже не за столько, а так заранее атаковал. Ну и, собственно, садимся мы в 77-м темпе, наверное, пойдем. Мы не стремимся отъехать от основной группы прям далеко. Мы стремимся заставить их поработать. Собственно, почему я уверен, что они сейчас будут работать? Потому что они должны, как бы, догонять отрыв дня. От них тут отъехал какой-то молодой человек и явно сподвигнет их на какие-то более-менее активные действия. Ну и придется им выкладываться почаще, потому что здесь очень много поворотов. Им нужно вырабатываться постоянно, чтобы набирать скорость. И за счет этого мы немножечко у них подтыпзем их зеленую полоску, которая как раз-таки будет расходоваться на эти, собственно, атакующие действия. А зеленая полоска отвечает еще и за то, как быстро вы восстанавливаетесь и на каком минимальном пульсе вы восстанавливаетесь, как я, по крайней мере, для себя отметил. И это очень важный показатель для нас сейчас, потому что впереди еще 25 километров пилить до финиша, а это не хухры-мухры, что называется. И эта зеленая полоска для нас еще очень-очень важна, потому что восстанавливаться нам еще придется после брусчатых секций, которые сейчас начинаются на вот этом вот кольцевом отрезке. Перекладываются к нам Турги и Хулгард. Это два очень опасных попутчика. Маркус Хулгард из УНАИКС и Антони Турги из Тоталь Директ Энерджи. Ну и что же, пробуем мы с ними удержаться, потому что это очень важно. Соперники наши, конечно, нас на голову превосходят, но попробовать-то за ними подержаться можно. И вот сейчас газ немножечко потерял колесо, конечно, у Хулгарда, но нет, снова обратно. Приклеивается к нему. Практически догнали мы группу отрыва дня, которая по-прежнему имеет 40 с небольшим секунд относительно основной группы, в которой сидят фавориты. Так, сейчас немножечко отвалился, конечно, газ от Маркуса Хулгарда. Тот, в свою очередь, переложился в группу отрыва дня и сразу же у него резко закончились силы. Газ также перекладывается в эту группу. 30 с небольшим секунд по-прежнему преимущество группы отрыва дня относительно группы капитана. Но это преимущество стремительно сокращается, начинаются атаки из этой маленькой группки. Здесь тоже есть ребятки, которые умеют более-менее ездить простую булыгу. И что же, сейчас вот и мы уже оказываемся на этих небольших, однозвёздочных всего лишь, участках брусчатки. Всего лишь 500 метров этот участок, однако, как многое он будет решать. Поехали вперёд, ребята, из Кафедиса. И Кахеруаль. Если я не ошибаюсь, это должен быть Файн и Ирисари. Не самые опасные по именам ребята, однако отпускать их всё равно нельзя. Кто знает, вдруг у них сегодня там прям пик формы, и они за счёт этого постараются сегодня таким затяжным финишем от нас убежать. Но, собственно, вот, уже пробивается вперёд. Очень сильные лица. Брэнд Фан Мур – это опасный соперник. На финише для нас, потому что он может уехать, но сейчас, скорее всего, он работает на кого-то из своих капитанов у лота. Здесь, если я не ошибаюсь, представлен Тим Вэллианс. А Вэллианс – это тот ещё зараза, на самом-то деле. Но продолжается работа впереди. Линдеман. Привет всем фанатам Рамштайна. Здесь попытался поработать впереди, но подустал резко. Ван Мур продолжает погоню за Ирисари. Что, собственно, у него вполне успешно получается. Догоняет он гонщика Кахи Руаль. Но Ирисари продолжает возглавлять основную группу. Ван Мур работает мощно, но тут же сдаёт смену резко. Митчелл выходит вперёд. У него на колесе Турги. Антони Турги на финише сильнее нас. Однако, кто знает, какой у него сегодня день, но вряд ли. Такой, чтобы он со своим спринтом вдруг неожиданно проиграл Агастусу в чистой финишной зарубе. Выходит вперёд Матс Петерсон. Трики с небольшим километром нам остаётся до финиша. Ещё одна бручатая секция. Пошёл вперёд. 21 номер Борэхэнс Грой – это Нильс Полит. Нильс Полит. На колесе у него капитан Лотос Удаль. Это Тим Вэллинс. И вот с этими ребятками уже нужно держаться. Садится на колесо к Вэллинсу Агастус. Перед последней бручатой секцией. Её мы не заметим. Бручатка 76 позволит это сделать. Километр 400 остаётся до финиша. Агастус открывает спринт. Параллельно с Тимом Вэллинсом и Нильсом Политом. Финишная прямая отстаёт немножечко Турги. И в итоге... Кто выиграл? Вэллинс выигрывает. Далее Нильс Полит. Агастус Митчелл третий. Опережая Матса Петерсона, Арноды Мара, Оливера Нассена, Антони Турги. И в общем, очень и очень сильное выступление от нашего гонщика. Третье место сегодня. Да, Вэллинс и Полит, конечно, очень грамотно выбрали момент для атаки. Но мы в целом не сплоховали. И получилось за это 27 очков. Несмотря на то, что мы были всего лишь тиммейтом, мы заняли третье место, что вполне себе неплохо, как я считаю. Ну и последняя гонка на сегодня. Это классика Винстон Салем. Здесь, как вы видите, у нас в гонку мы отправляемся на пике формы. С нами Джо Вироскоп, Киган Свирбул. У нас плюс 5. Но всё равно мы становимся тиммейтом для Колина Джойса, который является нашим штатным спринтером. Одним из... вместе с Декляйном. Конечно, спорный вопрос, должны ли спринтеры на такой вот... на таком вот, вернее, профиле капитанить. Но если наша команда говорит нам, что мы должны отработать, значит мы будем отрабатывать. Собственно, как вы видите, Джойс сейчас сидит у нас на колесе. Пошёл вперёд Аарон Гейт. Интересный гонщик, но не особо опасный, однако за которым нам предстоит сейчас погнаться, потому что, ну, как бы, надо. Мы же, типа, должны отрабатывать на нашего капитана. Карпентер также выходит вперёд. Поддерживает тут атакующие поползновения Гейта. И начинают выходить вперёд основные спринтеры соперничающих команд. Карпентер пытается сейчас погасить атаки Гейта и его товарища по отрыву. Что, собственно, получается. Дальше Стюарт под капитанским номером команды того самого Аарона Гейта. Пытается убежать, если честно, не знаю, что это за команда. Но, опять же, Карпентер и Митчелл его далеко не отпускают. Джойс, как приклеенный, сейчас сидит на колесе у Агастуса, что очень хорошо. Мы работаем на нашего спринтера. Впереди ещё один небольшой холмик и далее уже выкат к финишным километрам. Только держись, Колин, только держись. 7 километров остаётся до финиша, у Гаса уже начинает работать гель. Мы хорошо вывозим нашего спринтера. 6 километров, даже меньше, 5,5. И как приклеенный там уже и к Джойсу кто-то сидит, однако, ну ты попробуй его ещё сейчас накрой, потому что мы его мощнецки развезём, ну, вернее, постараемся хотя бы это сделать. Колин, главное, не потеряйся, ты это вместе с Деклееном очень любишь делать. На других гонках, где вы заставляете меня за Агастуса также очень много работать. Вот сейчас подвосстановился Колин немножечко, вот красную полоску свою. Молодец. У Агастуса закончился трейд. На аэродинамическую посадку километра 300 остаётся до финиша. Ну что же, я думаю, что можно начинать спринт. Колин поддерживает наше ускорение. Вклинивается между нами кто-то незнакомый мне. Кто бы ты ни был, зараза. Колин, накрой его, но не успеет, боюсь, наш спринтер догнать. Это был Эрик Янг, с которым мы уже знакомы. Далее Колин Джойс на второй позиции и Агастус заезжает третьим. Но мы сделали всё для Колина Джойса. К сожалению, он подкачал нас на финише. Однако всё равно второе место это тоже неплохо. Как я считаю, нам дойдут за это массу очков. Я надеюсь, 51. Количество километров, которых мы провели впереди. Собственно говоря, нам дали из-за работы впереди, из-за наше место, из-за позиции Джойса. Собственно говоря, на этом сегодня всё. И спасибо вам всем за просмотр. С вами был Николай. Жду вас на следующих сериях этой карьеры. Надеюсь, что будет ещё интереснее, чем сегодня. Ну а пока, пока-пока. Ты ответь на такой вопрос мне. Может ли дворец жить в башне слоновой кости? Вхожем быть дворец или яро против вельмож, или сохранять свой нейтрализ?